Привет, меня зовут Тимур Исмаев. На протяжении целого дня я буду находиться с известными людьми и вместе с вами узнавать, как проходят их рабочие будни. Универсмотри.ру, громкие рыбы и Российский Союз Молодежи представляют. Передача «Один день со звездой». И наконец-то, наконец-то нам удалось узнать, где именно живет Митя Бурмистров, известный казанский музыкант, человек, который набрал много-много миллионов просмотров на Ютубе. Вы сами прекрасно знаете, находятся где-то здесь. А вот, кстати, он. О, Митя, привет. Ребят, здорово. Тимур. Привет. Привет. Как здесь оказалось, не помню. Ну, пойдем. Пошлите. Пойдем, проведем день вместе со мной. С Митей Бурмистровым. И первым делом у Митя сегодня два интервью, которые он должен дать газете и какому-то телеканалу. И... Закрыто. Время уже почти что 11, но мы успеваем. День Митя начинается с репетиции с оркестром «Ля Примавера». Послезавтра у них будет концерт в БКЗ. Ну, а пока... А пока мы просто привыкаем друг к другу. А вот и пришли журналисты с телевидения. Так, однажды на фестивале «Скрипка года» в 1996 году я увидел скрипку, которая со мной говорила. Митя, у меня к тебе такой вопрос. Вот у тебя скоро концерт, и в нем участвуют и классические музыканты, и ты. Понятно, там, белочалисты играют, скрипачи играют, на флейте тоже играют. Я делаю музыку и продюсирование. А что делает контрабасист? Я буду половину партий на гитаре, на токбоксе, на синтезаторе играть вживую. То, что я помню, как играть, и то, что я выучил. Буду пытаться петь. И сэмплировать оркестр. Это уже какой-то четвертый палец. Добавлять эффекты, делать разные штуки руками. А, это и эффекты, и управление инструментами. На расстоянии такая штука, липмоушн есть. Ее тоже применю, если не забуду. Много, в принципе, всего. Я инструментов 5-6, наверное, с собой возьму. Буду везде понемножку. Сейчас вахтерша придет, давайте потише. То есть ты потихонечку меняешь свое амплуа. Из области рта ты переходишь в область пальцев, да? Не, я с пальцев начинал. Если ты понимаешь, о чем я... Я играл на гитаре. В детстве. На протяжении месяца, наверное, тебя уже все спрашивают о предстоящем концерте. Осталось очень мало времени, и уже скоро перестану спрашивать. Расскажи, как пришла идея этого концерта? Идея витала в воздухе. Мне написали для Примавера. А так как я думал о совместном детищу с оркестром, я сказал им, да, я готов. То есть они сами от тебя вышли, да? Да. Вконтакте. Какие моменты были наиболее тяжелыми? Ну, в принципе, с технической стороны вообще не было никаких проблем в первой части, по крайней мере, где исполняли мои произведения, потому что Ильяс написал партитуры, оркестр их исполнил, я написал музыку. Все, партитуры с музыкой соединили. Все. Вот многие музыканты говорят, что ой, эту песню я написал за один день. Слова, музыка сразу пришли. У тебя есть ли такие моменты прозрения, когда ты пишешь какую-то новую композицию за день? Или все-таки это достаточно крепотливый труд? Меня вот как музыканта интересует вопрос, как рождаются песни. Из-за... Откуда-то они приходят. Или ты берешь инструмент без вдохновения, так называемого, и без музы, и начинаешь играть, и тогда она рождается. И я понял, что, несмотря на то, что я и то, и то, и спробовал, то есть я там и слышал музыку, и начинал ее записывать, но когда ты берешь инструмент, просто, чтобы его взять и начинать что-то играть, вот тогда получается это, 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 это... Да, все песни вот эти. Вот эту я напел сначала. Да, вот 9 к 1. В общем, 9, когда ты берешь инструмент, и одна, которая у тебя пришла от вдохновения. Трек 7. Я бы по-другому и не называл его. Здравствуйте, это Москва, правильно? Все, понял. Я сейчас посмотрю 22 число, и вам напишу, хорошо? Следующим нашим пунктом стал Центр современной культуры смена. В нем продавались билеты на концерт Мите. Нам нужно было их забрать, ну а попутно мы решили просветиться. На часах уже почти обед, а это значит, что мы решили поехать в одно кафе, где у Мити как раз работают друзья. Ты снимаешь? Да. Звук пишешь? У тебя есть какое-нибудь музыкальное образование, которое помогает тебе писать музыку? Может было не включать, это ничего. То есть интуитивно у тебя получается правильно? Я не думаю, что музыка может быть правильной. Если она просто не режет тебе слух, то она хороша, то она нормальная. А если она у тебя отклик в душе находит, то она хороша. Первые деньги свои заработал на футбэк выступлении. Вот когда я занимался скачками с мячиком, я в Меге сделал околофутбольное шоу с футбэк фристайлом. Вот тогда заработал денег, и когда спрашивали, сколько у меня гонорар, я сказал заведомо большую сумму с огромным... Ой, я так переживал, у меня, не знаю, так ноги тряслись, и телефон в руке просто был мокрый от волнения, от пота. Ну и с тех пор я подумал, что можно просто ничего не делать лет до сорока. Но все-таки эти запасы закончились. Да, но они закончились через месяц, что ли. Не, на самом деле, я их на книжку положил. Итак, сейчас мы находимся в Питер-кафе, и мы собрались перекусить, заодно после того, как взяли билеты. И такой вопрос, кстати, тоже по поводу еды. Митя, где ты обычно питаешься? Слава богу, в последнее время я питаюсь дома. Мне готовят моя девушка и моя мама. В этот момент просто сейчас аудитория выключила, половина девочек выключила это видео, а потом вторая половина мам тоже выключила. А, у меня мама готовит. А по поводу твоих концертов, кто занимается организацией твоих мероприятий? Я. Я? Да, да, да. Определенного человека, отвечающего за эту функцию, у меня нет. Я стараюсь вообще сам все делать. Но я не могу все сам делать. И вот афишу я сам тоже не смог сделать хорошую, из-за этого я попросил хорошего человека. А вот обложку для альбома я рисую сам. И причем на стене у себя сейчас в доме. Я бы вам сейчас показал или стену, или фотографию, но у меня нет ни того, ни другого. Скажу так, там изображен сюрреалистичный лев. Вечером у нас запланировано встреча в циферблате, но пока есть свободное время, и можно провести его с друзьями. Мы направляемся в парикмарскую Чоп-Чоп. Внутри мы поболтали на диване, попили кофе, поиграли на приставке, но в конце концов Митя решил постричься. Ведь все-таки это парикмаркерская. Теперь во всеоружии мы готовы ехать в циферблату. Вот, кстати, да, почему ты живешь в Казани, а хотя мог бы наверняка жить в других городах, заниматься творчеством там? А я и пожил в других городах, кстати говоря, потому что это утверждение мне в голову тоже пришло. Я пожил в Москве и понял, что разницы нет никакой. Кроме того, что здесь уютно, здесь я уже прожил большую часть своей жизни и нет такого, что меня тянет вернуться в Москву. Все говорят, что Калифорния и Лос-Анджелес это необычайные музыкальные города. А в Нью-Йорке я это прочувствовал, в остальных двух я не был. Смотри, как вылезает. А ты выстрелал меня где-нибудь? Да, конечно, у нас было финальное шоу на программе One Beat. Мы начинали из Флориды и ездили по городам Штатов. Ух ты, как узенько. Здорово. И финальное шоу у нас было в Нью-Йорке. Вот у тебя 40 миллионов просмотров на Ютубе, а насколько это сказывается на узнавании тобой за рубежом? Тебя часто узнают где-то за границей? Ну, последний раз такое потрясение было в Австрии на концерте. Я просто гулял по Австрии, по Вене и гулял по Веде. И там узнавали? Там и тетеньки подходили, и дяденьки. Это очень странно. И они говорили, мастер-майк, мастер-майк. А какие были у тебя причины ходить в солярии? Да, мы идем в циферблат. А что там будет? Мы будем общаться с людьми, которые хотят узнать побольше о концерте, и подарим им билеты. Потому что они выиграли. Здрасте. Куда? Вот сюда? Да. У нас будет концерт. Ну, он сегодня, я знаю, я знаю про концерты, просто думала, он сегодня. Нет, не до такой степени. Я такой, ну все, мы поговорили, сейчас будет концерт. Изначально это предполагалось так, что они будут играть Моцарта, а я буду... А это тоже будет, безусловно. Но переросло в более такой сочный союз, что ли, это все. Как вообще, разницы ваше первое время реагировали, когда вы встали просто... Били по губам. А? Ну, конечно. Они думали, что бес вселился. Митя, кушать. Ну, что это? Сразу успокаивающее вкалывали. Вот. Кровати привязывали, бабушка какие-то молитвы читала. А потом... Я один чемпионат выиграл, они поняли, о, да нормально все с ребенком. Они поддерживали меня. Вот я к чему. В чем бы я ни занимался. Это вот сейчас уже, когда я дал волю всей дури, которая у меня была. То есть и битбоксом занимался, и до этого пять лет на футбек убил. Ну, в хорошем смысле убил. Я до этого мячик подкидывал. Тоже думал, что я этим буду до конца жизни заниматься. И сейчас уже моя мама говорит мне, слушай, а может быть, вот куда-нибудь туда податься? Ну, вот там и стабильно, и хорошо. Депутатом она хочет, чтобы я был? То есть я говорю, ну, мама, это не совсем то. Она говорит, нет, музыка, да, это замечательно, но вдруг тебе надоест. Как будто депутатство будет дарить мне улыбку до конца жизни. Очень сложно начать верить, наверное, в свой материал. Я очень часто с творческими людьми общаюсь, которые работают не на той работе, на которой они хотят. По ним это видно. Я спрашиваю, чем ты, ну, так, издалека захожу, чем ты любишь заниматься? Говорят, я вот рисовать люблю или петь. Почему ты этим не занимаешься, спрашиваю я. Они говорят, ну, или этим денег не заработать, или еще что-то. Ну, вы знаете, да? И в эти моменты мне становится грустновато немножко. То есть существует много мотивационной литературы, как там с этим справляться. Но я просто понимаю, что это выбор человека и оставляю его в покое. Но я понимаю, что есть какой-то внутренний барьер между тем, что ты пишешь песни и можешь показать их миру. Вот, и самое главное просто, наверное, перебороть это и показать. Ну, и нормально написать сначала. Я вашу best D&B beatbox почти повторил. Давай. Повторил. Давай. Записал. Пока. Пока ты увидел. Я ВКонтакте пришлю. Давай. Уже почти 9 вечера. И куда мы двинем дальше? Тимур, сейчас спокойной душой, сделав все дела практически запланированные за день на день, мы пойдем в клуб продолжать тусовку. Ко мне домой поедем. Чай попьем и спать. А вас я выгоню. К чертям. И давайте, давайте. О, трубочки хорошие у вас. Не, не, вы же видели, что я вчера вытворил. Я пошел здесь, репортажизм здесь. Чего снимаешь? 30 дней. Спасибо. Пожалуйста. А этого парня не видел. Он же не весь день за мной ходит. Я тебе покажу оазис. Одного взгляда на квартиру Мити достаточно, чтобы понять, что в этом доме живет музыка. А еще тут живет добрый господинный хозяин, который обожает пуэр и взрывающиеся шоколадки. Вот такой вот насыщенный день. И на самом деле, хотели спросить, чем этот твой день конкретно отличается от предыдущих? Он насыщеннее или менее насыщен? Да, наверное, так получилось с Божьей волей, что вам удалось лицезреть и запечатлеть именно этот день. Единственный день в году, который я посвятил людям, благотворительности, самопознанию, порой самокопанию. Я самосовершенствовался. Я двигался к цели. И я очень рад, что вы были в эту минуту вместе со мной. Это был всего лишь один день Мити Бурмистерова, и нам повезло его запечатлеть. Было много мест, людей, общения. Надеюсь, через призму этих событий вам стала более понятна личность яркого и неординарного человека по имени Митя Бурмистерова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова